какая это прелесть ваша заливная рыба знаете весь смак конденсаторных микрофонов заключается в следующем что он работает только тогда когда ты его включаешь если ты не включаешь он не работает и как как же ты радуешься когда обзор по болтушке уже записан и вдруг ты понимаешь что микрофон то был не включен и все чё пишешь заново а тот стираешь так что надеюсь с бритьем то этого не случится добрый день дамы и господа другие подруги здрасте бритье 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 сегодня по вашим многочисленным заявкам мы побреемся еще раз тонком от разума татара разума сама муна на этот раз другим лезвием вы на крупный план смотрите что да как я начинаю подготовку пристыже на георгием шарабоковым в том что так себе подготовился к обзору пошел рыть всю информацию которую мог только найти но к сожалению тот максимум который есть поэтому станку он располагается только на самом сайте правда информации вот именно про этого самурая масанумы видите я даже название выучил не нашел но зато там много упоминания о том что этот станок выпущен тремя друзьями в португалии на станках чпу с допуском две сотых из высококачественной нержавеющей стали аэзи 303 и обрабатывается допуском не только две соток но в завершении еще и пескоструется и здесь еще имеется ручная отделка ручная отделка я не могу сказать что я где-то ее вижу и вообще нужна ли она здесь потому что все что здесь есть принципе делается автоматами и механической составляющей то есть та же пистак пескостройка может это имелось ввиду что вручную в специальной камере пескоструили но не суть зато техническую составляющую самого станка я все-таки разобрал сам для себя еще несколько раз и тут есть у меня парочка вопросов которые я хочу вместе с вами выяснить потому что ну давайте обо всем по порядку нержавеющий станок масса ну мы изготовлены цико качественной стали аэзи 303 трех составной верхняя плита нижняя плита ручка в вес танка заявлены на сайте 91 в россии высок до восьмидесяти восьми граммов к по заверениям производителей тех самых трех друзей из португалии которые создали собственно вот этот станок здесь применены некоторые ноу-хау в связи с тем что они заметили при испытаниях пробных образцов вибрации на лезвии дабы их устранить специально разработала система фиксации можете обратить внимание видите как на плитах все это интересно реализовано буквой т здесь прямоугольные штифты дабы скажем так минимизировать продольно поперечные вибрации как я понимаю если взять вот так вот плиту наложить вот посмотрите то свободный ход вот он не так уж велик то есть получается длина вот этих штифтов она все-таки какой-то допуск имеет это скорее всего связано с тем чтобы выбирать в самом лезвии не совпадение если вдруг так это не это сегодня нет это это если вдруг по по длине у нас где-то будет нестыковка дабы вот это выбрать но вот это я не совсем понимаю вот смотрите но для вот с моей точки зрения это больше связано с центровкой самого лезвия и всей этой конструкции в целом потому что как компания заверяет что здесь специально разработана резьба таким образом чтобы она меньше изнашивалась и лучше центрового центровала лезвия саму центровку я сам себе объясняю за счет того что вот обратите внимание вот видите верхний вот этот вот ну скажем так ну да наверно все таки цилиндр не этот овал а цилиндр он у нас заходит саму плиту вот и уходит туда но дальше у нас уже не прямоугольная ровная смысле не параллельная нижней плите площадка сама сфера поэтому благодаря тому когда мы затягиваем здесь упор идет на цилиндр если есть какие-то где-то какие-то лишние выборки то само собой нижняя плита становится ровно по центру благодаря тому что вот эта часть цилиндрическая вот это да вот это вот я могу как-то предположить потом это поперечные не продольные вот поперечные поперечные тоже маленько ходят и вот если вот все это вместе в купе то да тут наверно скорее всего так оно и есть то есть все вот эти вот продольные поперечные они заканчиваются ровно тогда когда вы закручиваете вашу ручку необходимые пазы выбираются и верхняя плита нижняя плита стыкуются именно в том положении в котором и должно быть естественно фиксирует при этом лезвие ведь как ровненько заподлицо все стало и все но естественно тут никаких уже колыханий ничего нет потому что сферическая вот эта составляющая все это выбирает вот есть одна вещь которая так себе до конца не объяснил потому что вот посмотрите видите внутри резьба начинается самого начала здесь резьба тоже начинается самого начала но тем не менее факт остается фактом смотрите хоп практически на всю длину резьбы у нас спокойно входит ручка и только после этого у нас есть возможность вращать ее и чтобы она по резьбе заходила кто-то из вас предположил что конусная резьба очень даже может быть потому что другим здесь это никак объяснить не могу и давайте уже наверно лезвие поставим я сегодня приготовил два первое которое сам хотел спутник а второе полсильвер почему полсильвер спутник отмел потому что ну парни правильно сказали если на физере были не про бривы то спутник то тут точно будет не помощник а почему полсильвер то потому что несколько человек сразу отозвали что с полсильвером у них было все тишь да гладь божья благодать короче им понравилось вот именно поэтому сегодня полсильвер и поставим эти лезвия мне нравятся не так чтобы я от них фанатею но всякий раз когда их использовал в принципе они давали достаточно хороший приемлемый результат и мне по всему нравилось вот смотрите вот на этом этапе ответил чуть-чуть колышется и вот это вот чуть-чуть колышется вот этой овальной составляющей мы сейчас и выберем вот эта вся система отвечает на мой первоначальный вопрос как код который я задал в предыдущем видео что почему дойдя до конца у вас есть еще возможность вращать чуть ли не на 45 50 60 градусов да потому что вот этот цилиндр он сразу же ровно не фиксирует он распределяет все равномерную нагрузку по всей ручке и плите ну то есть сами понимаете то есть ровная поверхность с отверстием и шар то есть пока ровно не станет не успокоиться и получается распределение равномерной нагрузки при закручивании то есть на сжатие между нижней плитой и самой ручкой конечно же она приводит к равномерному распределению всех возможных продольных поперечных и осевых моментов на саму резьбу насколько это лучше на нее будет сказываться я фиг его знает ребят но здесь это точно есть я бы здесь за резьбу меньше всего беспокоился я бы наверно все-таки больше радовался за то что лезвие у нас здесь будет позиционироваться всегда так как надо а за резьбу ну полно инструментов и начало прошлого столетия которым уже под сто лет а с резьбой у них все в порядке а здесь нержавейка ребят а там-то было не нержавейка там бронза медь что там было то есть ну этому не читаю поэтому с точки зрения эксплуатации я думаю что здесь без всех этих ущерений резьба все равно было бы ну спас жизненной гарантии потому что ну какой смысл беспокоиться за резьбу из нержавейки разве что в кривых руках ну еще раз позиционирование лезвия напоминаю у нас открытые гребени габ 073 закрытым 063 вылет от верхней плиты вернее не так вот утопленность утопленность лезвия от верхней плиты на 013 миллиметра то есть получается если вот здесь вот прямую проведете то лезвие еще утоплено на 013 миллиметра то есть по сути примерно то же самое что на роквале оно там тоже притоплено и для того чтобы вы начали бриться вам нужно слегка придавливать но примерно та же самая картина и здесь вот он наш штанок мыло одно из предположений почему станок масса но мы прошлый раз побрил так как побрил у парней было то что я взял нефтяное мыло от мыли и там нет подскольжение я с этим в корне не согласен ребят может у вас его не было у меня-то но было и вполне себе с избытком в чем тут проблема или это вода такая ну в омске принципе она всегда нормально была на пределах где-то от семи до десяточки плясала то есть на воду никогда не жаловались может быть еще что-то я не берусь говорить но у меня в принципе смелевским мылом все было хорошо но чтобы исключить эту позицию на корню я решил взять хорошие мыло поэтому вот эти вот три кусочка от александра тернавского и выложил перед нами зная кто такой александр тернавский смею предположить что это три образца мыло от украинских артизан а то что на украине умеют делать мыло для брить они мне таки вам рассказывать потому что ну хлопцы далеко уже вперед ушли гораздо дальше чем мы в россии и я вот так вот на эти вот вот ни капли не удивлюсь если вот вот это вот все ничуть не хуже чем европейская американская английская и что-то там еще артизанская поэтому тут осталось разобраться только со вкусом ну халва кофе это все здорово я вот чет как дурак на тортик пялюсь наверное тортик то наверное сегодня и оставлю и вот этот тортик нам сегодня снимет все вопросы по качеству бритья пены как же его использовать ладошки что ли да не наверное давайте на все таки вопрос чаши из белоруссии добьем который называется squadra hexon спорный конечно элемент и жалко что ребята вот с кем-то не посоветовались прежде чем вы начать выпускать вот такие вот чаши почему что потому что качество здесь на сто процентов я от этого качества просто балду а вот функционал остается спорным если допустим эту чашу рассматривать как для забора мыло или как парни предлагали для замачивания помазка то да тут вопросов нет на если все-таки рассматривать как чашу для создания пены тут вопросов уже прибавляется первый самый основной это все-таки удержание здесь у нас зараза скользит ну серьезно скользит и второй это размеры чаши и форма чаши то есть здесь получается у нас цилиндр диаметром 6 сантиметров уходит вертикально вниз то есть тут не размахнуться ничего почему да потому что стенки высокий будь они пониже было бы легче будь пошире тоже было бы легче но мы тут имеем то что имеем поэтому возьму-ка этот тортик запинь юрил туда вовнутрь и начну работать вот так вот с вами мы сегодня пенку то для бритья и да будем кстати неплохо партниты по моему с ментов вернуться в нормальное состояние нам сегодня поможет джинс джин клабмэн резерв да ну да резерв господи с и вот вот спасибо ребятам не пожлобились не пожабились не пожмотились а вот взяли из резерва нам и откапали и отлили клабмэн авто шейф производства америка у нас россии его можно взять где-то в районе 1200 1300 за 177 миллилитров пластиковая тара пластиковая крышечка очень хорошая такая качественная полиграфия дизайн скромный выдержанный но джентльмен он и есть джентльмен что с него брать то есть все скромно со вкусом необходимая наклеечка на которой вы сможете увидеть из чего все это сделано так вот так вот точно сможете увидеть на сайте я прочел что-то там за свежий за лимон и прочее прочее дальше углубляться не стал это лучше мы с вами в бою проверим как она что да почем ну а вот чего я проскочил забыл я вам про помазочек рассказать сегодня будет кабан ребята и не абы какой и не там ничего-то там хохоры-мохоры а целый зенитовский от той самой компании которая выпускает всемирно известный зенит манчжуриц и принципе то я честно сказать первый раз кабана от зенита держу смогу вам показать его благодаря дмитрию дроздову то у самого из санкт-петербурга который предлагает если кому-то интересно попробовать автошейвы маленьких порциях ссылку на него обязательно оставлю в описании под видео спасибо тебе огромное дим ребят тактильное ощущение приятны просто приятная хорошая надежная что-то там вот такое вот на эти вот прям что вот видно что сделано не спокор потому что спокор последний раз когда я брал ночи сказать ощущение эфемерности были какие-то здесь нет здесь такого нет ручка пластая простая пластиковая ну понятно за 500 рублей кто тут будет из штанов то выпрыгивать но тем не менее держать удобно и достаточно нормально хорошо диаметр 24 миллиметра значит удел где-то в пределах 22 длина ручки 53 длина узла 57 58 неравномерный но тем не менее я думаю что мы сегодня сможем хорошо поработать по упругости то нормальный кабан вполне себе смотрите уже маленечко чуть-чуть начали кончики сечься то есть грубо говоря он уже практически половозрелый и должен подарить хорошие нормальное адекватное бритье по плотности у меня претензий ноль совершенно я думаю что в бритье она скорее всего будет радовать я не думаю что это будет что-то найти с хуком атакую золотая середина ну как будет на самом деле узнаем совсем скоро все пошли бриться мыло тортик от александра тюрнавского только намочил отдушка я встречал я не раз по идее она должна быть с ментолом но ментола нет здесь не чувствую но запах запах такой но это не мята и не ментол это что-то вот из той темы но не то не то не то не то вот это интересно жижку навел полоснул вроде все нормально ну чё помолок то замочен который у нас сегодня не хухры-мухры а фигиперстовый давайте пену сбивать мыло мягкое поэтому отжимать не буду так чуть-чуть стряхнул нормально сбивается сейчас во время работы вот эти вот два кольца которые здесь есть они несколько диссонируют с общей ручкой если здесь было просто ровно было бы удобнее а так они чуть-чуть в коже то впиваются не сказать что как-то смертельно но без них было бы интереснее конечно сегодня попробую использовать как чашу для забора мыло мне кажется что мало я взял хочу еще маленькой водичка добавить так вот чуть-чуть так тут и еще заберу вот теперь узнаю брата колю смотрите по краям видите да и здесь он уже более-менее что нам остается вот это вот собрать потом на это на лицо перенесем а вот эта красотулина у меня будет сейчас выполнять роль ароматической свечи я ее поставлю пока мыть не буду пускай она пахнет а потом когда уже бритье будет завершено если я считаю что мыло больше не надо конечно же все это сполосну холодной водой и поставлю сохнуть естественно будет пахнуть она будет пахнуть а я кайфовать и всем будет хорошо все пошли на лицо после комментария георгия мне даже фамилию станка выучил но не скажу что долго сидел там запоминал запоминал но все-таки усилие это пришлось приложить вот масса муна все-таки это как-то маленечко необычно кстати георгий ты сказал что этот станок сделан в честь мастера изготавливающего мячи эта информация есть на сайте я ее тоже прочел а что-то больше чем на сайте что за мастер почему именно он какого перепугу вообще решили под мастера под японцев закосите название такое придумать то есть вот первоисточник первооснова что этому умный пиар-ход то есть специально выбрали вот такую японецкую тему потому что в принципе то все знают как японцы по металлу умеют хорошо работать или там на самом деле что-то такое есть что вот масамуна то есть вот ну да в честь мастера а с какого перепугу почему в него палец судьбы попал а допустим не в якамоту какого-то там или шарахири или там курасава вот почему почему вот почему не вот интересно интересно кто-нибудь знает или нет ребят помазок рабочий не обманешь вот эти дурацкие два колечка которые там ну да и надо будет приноровиться но в работе то я вам скажу хороо ну вот по той фактуре что я сейчас вижу но тортик наверное разбавлять то пока не буду я не вижу что тут разбавлять то есть сейчас вот вот это вот в принципе нормально ментолюка полез да вот тут маленькая есть во первых конечно губами чую на губах начало работать кроме вот этого около ментольного запаха никакой кулинарии почему александр его тортиком обожал до сих пор не пойму но у меня почему-то перед глазами конфетка ментос 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 крутится и все тортика не а здесь нету ну что леди полтиллер поехали я не пойму из-за чего или из-за того что плита открытая или просто сам по себе конструктив такой станка но я думаю что все-таки большей степени конструктив здесь все устроено так что там забиваться нечем щетиной то есть здесь нет каких-то специальных пазов пропилов куда должна уходить пена вместе с отработанной срезанной щетиной здесь этого нет даже густое мыло находит себе ход вот еще одна кстати вещь который я не упомянул в прошлый раз это не я я не голодный у меня все нормально если когда-нибудь в будущем мой станок первый проход сделает так как сейчас сделано с ОМОНа я буду счастлив второй третий сейчас узнаем раскоряку хорош кисть хорош тычковый так тынь-тынь-тынь-тынь помпообразный хорош устанавливаешь устанавливаешь и ты устанавливаешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот на этом мыле, кстати, подскольжение примерно точно такое же, как было на мюрле. Возможно, даже чуточку меньше. Но вот на мюрле будем. Я обязательно посмотрю. Да нет, так же, наверное, где-то. Это к вопросу о подскольжении. На шее смотреть не буду, потому что, ну что, здесь столько радиусов. Станок вполне себе может пропустить. Ну и третий против шерсти. В чашу еще даже не ходили. Да, я думаю, и не пойдем. Нежели богато, нефиг начинать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Парни, вот это бритье с предыдущим не сравнить от слова совсем. У агули разное. Вообще. Вообще. Вот что значит поменять лезвие. И вот что значит сошлось. Станок, лезвие, лицо. Ну на это не смотрите. Тут пара тройка коцек. У меня эта страна всегда страдает. Не знаю почему. Она у меня как-то слабая на передок, на задок. На порез. Тут редко-редко, когда я себе там ничего не коцаю. Вот, смотрите. Ну прям. Ну что, красавец-мужчина. И подбревать ничего не надо. Даже в обычных местах. Морда лица. Сань, беру свои слова обратно. Тут спортскольжение. Вот так вот сейчас. Много. Много. Ну все. Ребята, реально не буду добриваться. Все нормально, все хорошо. Компресс и автошейф. Ну что же за мысли такие? Мысли потаённые. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ри-ра-ра-ра-ра. Вах? Не знаю парню, мне почему-то всегда на компрессе что-то приходит. Коэффициент полезного действия, наверное, процентов 80-85. То есть 85% примерно что-то такое, что действительно стоит обмозговать, обдумать, ну и так, чтобы порожняком не спустить. А 15? Ну 15 ветер в голове, так что не обращайте внимания. Так вот, мысля пришла. А чем он, собственно, сам себя, я спрашивал, отличается от Роквелла? От нержавого, а не от этого. Ну, во-первых, он изящный. Ну, всяко-разно изящный. У него тоньше ручка, у него точно голова, тоньше голова. Стопа понесло. Автошейф же еще. Так, стопе, стопе. Так, автошейф. С бутылки не нюхать. Ну, и запах не поймете. Ох ты, ех. Ребят, дозатор есть, но бутылка пластиковая. Не забывайте об этом. Чуть-чуть дрогнет предательская рука. Так, жим-жим, случится. Не дай бог вы ее сожмете. Вот так вот. И все, и будете бегать ловить. У меня сейчас полладушки. Ой, есть дрочовость, есть. Ммм, запашок-то. Ой, какой хороший. Прям вообще супер. Ммм, уходовый изрядно. И у вас будет возможность их перераспределить. Мечта Михаила Огринина. Сразу не высохнет. Можно будет по шайбе погонять. И сразу-то есть. О, вовремя не остановишься. Руки прилипнут. Потом придется отдирать. Сейчас надо ему дать, чтобы оно там упитало все. И будет хорошо. Запах, ребята. Ребята, это самый вкусный клабмен, который я нюхал. Осязал аромат. Я бы даже так сказал. Нюхает в другом месте. А здесь осязать аромат. Ух. Лимон как таковой. Нет. Он желтую призрачную дымку создает. А здесь. Здесь все отголоском. А центральную скрипку играет что-то совершенно другое, которое я распознать не могу. Потому что сам лимон здесь отголоском. Запах цедры лимона тоже отголоском. О, уже не липнет практически. Уже все ушло. А стержень? Стержень он как? Понимаете, вот если вся композиция желтого цвета, таких легких, лимонных, ярко-желтых тонов, то середина она светло-коричневая. Не темно-коричневая, куда-то, знаете, ближе к кореньям. Вот туда. А нет, она... Она как... Косточка? Косточка лимона? Может быть. Может быть. Хотя, упаси меня Бог, я ее в жизни не нюхал. Но почему-то, мне кажется, именно так она и пахнет. Глотать глотал. Кусать кусал. Резать резал. Ну, не нюхал. Ой, хорошо. Ребята, шикарный запах. Он чуточку-чуточку, самый децил, с терпкостью. Он какой-то бархатистый, осязаемый. Нет, не колючий. Он какой-то, знаете, какой-то берешь, он вот это, липучка. Не липучка, так вот, не, в разные стороны. Вот это вот. Ви-и-и-и-и-и-и. Но без антипатии, без отталкивания. Такое ощущение, что ты просто берешь какое-то желеобразное субстанцию, и она у тебя вот так вот вылазит. А ты смотришь, как там переливаются лучи солнца, и тебе просто прикольно, потому что ты чувствуешь, как вот это лезет у тебя сквозь пальцы. И ты прекрасно сознаешь. Водми, распусти руку, она вот обратно все. И так вы-вы-вы-вы. Оттуда-обратно и... И все. Тебе и мне приятно. Не слушайте. Ну вот, на самом деле, какая-то хрень, которая поднимает настроение. Вот так вот, реально. Хороший запах. Запах великолепный. Опасные бритвы, Реев. Огромнейшее спасибо за то, что дали попробовать вам показать вот этот автошейв в моей системе классификации. Это самый лучший клад мэм. Возможно, есть еще лучшие, но я их не пробовал. Те же, которые я пробовал. Там и байрум, и прочее, прочее. Но не, ребята, они до этого не дотягивают. Однозначно. Это водичка настроения. Это способно создать вам день. Это, вот не знаю, по шлейфу там еще хотя бы час-полтора вытянет, не вытянет. Но вот сейчас, здесь, в эту минуту, вот здесь, на этом месте, вам будет хорошо. Вещите, вещите. Приятный такой запах. И ни одной живой душе не придет в голову записать его в торперский. Потому что он реально хорош. Такой с бархатистой терпкинкой какой-то, косточковой вот этой. Вещь, вещь. Мыл. Спасибо Александру Тернацкому, потому что то, что я попробовал, мне понравилось по запаху и, наверное, да просто в работе. Оно какое-то, как вам сказать, от ярких восторженных эмоций, всплесков, ничего этого нет. Ты просто знаешь, что перед тобой тот инструмент, который сработает. Ты подходишь к стене, на стене ружье. Ты знаешь, что если ты сейчас подойдешь, нажмешь на коврек, оно как и вабахнет. Вот это, вот это, вот оно ружье. Мне почему-то кажется, какой бы я был, не кокосовый, я подойду, всегда взобью, всегда побреюсь. Что-то вот в этом такое есть. По скольжению, особенно после первого прохода, были у меня сомнения. Потому что на коже Нихтферштейн, я там ни нащупать, ни на что, ни намацать, ничего не мог. То есть, ну ничего нет. Но второе, да, уже приглядываться. А нет, все-таки там что-то оставалось. Ну, не больше, не меньше, чем на Мюлевском. То есть, вот где-то в этих же пределах. Сравнять эти два мыла между собой я бы не стал, потому что все-таки разного поля ягода. Да и какой смысл по одному параметру сравнивать какие-то два разных мыла. Это, скажем так, это рабочая лошадка. Не знаю, кто это делал, не знаю, сколько это стоит, не знаю, где вы это можете купить. Все вопросы к Александру Тернавскому. Одно я знаю, что это, мне кажется, будет выстреливать всегда. Потому что вот как-то, вот спокойно у меня душа к этому лежит, понимаете. Вот я вот на него смотрю, в глаза смотри. Она говорит, да, и все, вот типа такого. По запаху, я думаю, что первоначально здесь хотели заложить ментол. Да, я думаю, что он и был. Возможно, из-за того, что там где-то, что-то как-то там, там по кусочкам резали. Ну, Александр, добрая душа, я думаю, что он не только мне накидал, там наверняка пацанам еще кому-нибудь раскидал. Так вот так вот раздербанили весь Кусман, и там вот что осталось, то осталось. Ну, бедненький, он с лафани лежал, тужился, пыжился, там запах из себя, там что-то пытался строить. Ну, вот что осталось, я пришел такой весь из себя деловой. Вот такой запах, да нормальный запах. Да, пускай ментола там не так уж и много осталось, но, возможно, это даже хорошо. Потому что не сам ментол, а вот тот шлейф, который есть в этом мыле, он по кайфу. А когда ты бриться начинаешь, ментол там все-таки есть, потому что губами я его чувствовал. Но не было той мерзопакостной, пренеприятнейшей особенности, которая есть у большинства ментоловых продуктов. Вы теряете нафиг башку, начинаете махать станком налево-направо и где-нибудь себе чего-нибудь да зафигачите. И будет вам бобо. Здесь этого не было. Как работал, так и работал. Да, ментол, ну и чего. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И все. То есть вот это, может быть, еще какую-то уверенность вызывает. Ребят, я не знаю, как это объяснить, но вот я думаю, если бы в вашем хозяйстве было такое, я думаю, вот не жалели, вот смылили весь кусок. Помазок. Спасибо Дмитрию огромное за то, что дал попробовать самого недорогого Зенита. До этого я даже думать не мог, что компания выпускает такие помазки. Потому что стоимость того же самого маньчжурца наколеблется там сколько там, 55, 65, 70 евро. То есть там везде по-разному. Ну а тут-то, господи, 500 рублей. Да это даже не 10 баксов. Сколько там евро-то, да вообще ни о чем. А работа это при диаметре 22, наружной 24 и полностью обеспечивает весь функционал. Раскоряку, кистью, тычковый, взбить, набить. Единственная претензия у меня к этому помазку, это знаете, вот не претензия, а вот было бы хорошо, если бы этого не было. Это вот эти два дурацких колечка вот здесь вот. Потому что каждый раз, когда я сбиваю, работаю помазком, у меня или подушечкой я в него вот так вот упираюсь, или если я держу вот так вот этой костяшкой. Ну а костяшкой на костяшку, ну что, кому это приятно? Да никому. Ну вот, ну, ну это я костлявый такой может быть. А там парни, у которых там мяса-то побольше, возможно, этого даже не заметят нифига. Поэтому я бы не стал это называть недостатком. Так просто придирки бы записал, да и все. Ребята, если кто-то когда-нибудь что-нибудь будет думать на эту тему, даже не думайте, берите кабан годный, однозначно годный, на территории Российской Федерации за 500 рублей. Да за такую цену только спокор может с ним сравниться. Но со спокором, как бы, я вас уже знакомил, во-первых, там узел меньше и по диаметру, и по длине. Во-вторых, там ручка не такая козырная. Ну и в-третьих, ну что вы хотите? Ну спокоры это. Спокоры они как бы нацелены, знаете, вот максимально бюджетные, с максимально высоким качеством. Если максимально бюджетные, они все еще держат, то максимально высокое качество. Что-то как-то вот последний помазок, который я пробовал, но я бы не сказал, что я в восторге. Возможно, это был не спокор, возможно, это была подделка. Но оставил такие не очень приятные воспоминания. Где волоси осыпались, где там, ну то есть, вот этот интереснее, всякое разное. Лезвие Пол Сильвер. Парни, хорошо, что я вас послушал. Хорошо. Вот уперся бы, как дурак, поставил бы спутник еще, неизвестно, что бы там было. А с Пол Сильвер, ну вы посмотрите, ну как заново родился. Без всяких добривок, без всего, просто три прохода и огурец. Не изменило это мнение, это событие, мнение мое о станке, но тем не менее, бритье было хорошее. Вообще отлично, отлично, я бы сказал. Вот просто великолепное. Не такое, как о Пасхе, последний раз, когда я обрился. Не такое, как я 41-й могу отмахать. Но на общем фоне, если по пятибалльной шкале, я бы сейчас, наверное, 4.75 поставил бы и мама не горюй. Сейчас даже нет не только тех моментов, которых вы не видите, но я знаю, что смахнуть надо. Сейчас, возможно, есть те моменты, которые вот докапываюсь я, и мне это нафиг надо убрать. Вот эти бы я убрал. Потому что здесь ничего такого не осталось, чтобы я подошел к любимой, и так бочком бы так протерся. И она бы сказала, фу, да что у тебя там царапать. Нет, такого нет. Но вот если бы я покопался, я бы что-нибудь нашел. Так что 4.75, 4.8 смело. Вообще хорошо. Ну что ж, Масамуна. Татара Разерс. Не, ну что говорить, станок-то неординарный. Всяко-разно. И да, вот эти вот пришлепы, прихлопы, которые здесь вот эти вот все придуманы. По поводу того, что центровка верхней и нижней плиты через вот эту вот круглую головку. Это я впервые такое вижу. Я такого вообще раньше даже не слышал, не видел. Это прикольно, несомненно. Качество изготовления. С прошлого обзора оно не изменилось, ребята. Оно как было очешувительным, так очешувительным и осталось. За счет того, что перерыл несколько раз сайт доля поперек, надеюсь, выискать. А все-таки кто такой этот самурай-то? Не самурай, а ножевых дел мастер, здесь которого решили назвать станок. Чем он такой отличился? Может, он отец-герой или там какой-то там особой доблестью отмечен? Так и не нашел. Но зато нашел информацию, что здесь есть какая-то дополнительная ручная обработка. Хоть тресни, хоть убейте меня пополам. Я вот до сих пор не нашел. А где бы это можно было бы придумать, чтобы вот это была ручная обработка? Мне кажется, как нормальный производитель компания, те обычные вещи, которые в принципе-то должны быть, которые нормальные, она их возводит в какую-то наивысшую, выпячивает. То есть вот нате, смотрите, люди, вот смотрите, у нас сделано так. Другие, это само собой разумеющееся, а здесь об этом просто говорят. Вот это я имею в виду. Ну что значит допуск 0,02 и произведенного станка к ЧПУ? Ребята, ну вы меня извините, конечно. А у кого по-другому-то? Кто на сегодня делает станки по-другому? Ткните пальцем, чтобы я знал. АТТ, Таймлес, Айкон? Кто из них? Да нет же, нет. Все делают на ЧПУ. Допуск 0,02. Ребята, ну вы извините, но все-таки при ГАПе, который меряется в сотах, другого допуска быть и не должно. Но квалитет у оборудования должен быть ого-го какой. Почему? Да причина проста. Если у тебя раздолбайское оборудование, то каждый пятый, каждый десятый, каждый двадцатый, каждый сотый станок будет отличаться от первого. И между собой одинаковость будет очень-очень-очень маленькая. А все это определяется допусками. А допуски закладываются в конструкции станка, обеспечиваются тем технологическим процессом и тем оборудованием, на котором все это изготавливается. Станки ЧПУ, я думаю, что не только 0,02, они 0,03 могут дать так-то разобраться. Но 0,03 здесь не надо. То производство, на котором производятся серьезные заказы, как то точное оборудование, оборонка, газа, нефти, дарам-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам, оно все проверяется, проходит специальную проверку как минимум раз в год. Потому что если оно будет давать соответствующие погрешности, то им заказывать размещать никто не будет. То есть это нормально, это естественно. А здесь высококачественная сталь, аизи, там 303, ды-ды-ды-ш. Ну, я вот, например, знаю, что мой будущий станок будет из 304 стали. Ну и что, мне тоже орать об этом, что ли? Высококачественная 300 стали. Ну и тоже с допусками как минимум в 0,02, а возможно еще и даже покруче. Ну, то есть вот это я имею в виду. Это не уменьшает значимости станка, но все-таки вот это вот, такие вот вещи, они накладываются. Накладываются на что? Ребят, то, о чем я сейчас говорю, это мое имха. Это не объективные показатели. Объективные показатели это то, что станок нравится многим. Станок красив. Многие этот станок хвалят. Не все его могут оставить на повседневку. У многих начинается раздражение. Но все-таки те люди, которые бреются им каждый день, есть такие, есть. А вот субъективные. Мне дизайн ну, игрушечным каким-то кажется, что ли. Понимаете? Ну, то есть вот, да, я отношусь к нему серьезно, как к инструменту, но все-таки вот та излишняя изящность, на мой взгляд. Она все-таки лично для меня сыграла злую шопку, потому что, ну, я вот смотрю на него и что-то вот, ну, не то чтобы недорогим чем-то, а вот как-то упрощенным. Действительно, как на игрушку. Если, допустим, я беру в руки Fizer ASD1, D2, я испытываю трепет. Потому что это то изделие, которое я не хочу выпускать из рук. Меня реально затягивает, заманивает вот так вот. И все, и пропал нафиг. И не я один такой. Сколько людей понахапало этот станок, а потом не знали, куда его пристроить, ну, что бриться не могли, такой он мягкий. А некоторые даже продавать не стали, потому что подойдет в руку, возьмет, ну, и все, и хорошо человеку. Вот так стоит, просто держит, любуется, и по кайфу мужику, взрослому мужику. Ну, вот тут я не могу этого испытывать. Это неплохо, нехорошо, просто это вот в моем случае так случилось, понимаете. Есть же другие случаи, как вот другие люди, как Георгий, как вот еще ребята выходили, говорили, им все по кайфу, им все нравится. Это просто две стороны одной медали, только и всего. Сегодняшнее бритье подтвердило, что станок может брить великолепно. Просто великолепно. Вы сами все это видите. Даже подбривок не нужно было. Но все равно мое отношение к этому станку это не изменило, потому что, ну, просто магии не случилось. Это не косяк станка. Это вот косяк того, что вот здесь вот Эскра должна была пробежать между ними, но не пробежала. В этом вот, где, вот, нет, не с этим, с Нержавым. Вот в этих двух случаях оно было. С прогрессом. С прогрессом оно тоже было. То есть, я там его выпускать не хотел, пока другие не появились. Ну, а здесь этого нет. Ну, это же не значит, что плохо. С Таймлесом это было. С АТТ этого не было. С Айкон этого не было. Ну, парни, я просто вот как чувствую, я так и говорю. Я просто, почему так подробно на этом остановился. Я вижу, что я там некоторых из вас расстроил. Ребята, воспринимайте это здраво. Мы здесь все взрослые люди собрались, и я считаю, что среди взрослых людей у каждого должно быть свое мнение. Не обязательно оно должно совпадать с мнением человека, который рядом с тобой сидит на бревнышке и наливает в это время тебе стакан, а другой, который тебе шашлычок протягивает, думает еще по третьему. Так и шо? Это шо, не повод по пьясярику и по шашлыку что ли кушать? Да нет же, конечно. Весело посидим, весело пообщаемся. Просто у каждого должно быть свое мнение. У меня свое, у вас свое. Вот и все. Я максимально подробно пытаюсь рассказать об этом предмете, как я это чувствую. А вы просто фильтруйте, умножайте, делите, делайте все это по-своему и извлекайте какую-то пользу из этого. Вот и все. Не более чем. Завершение. Fizer AS D1 уже не выпускается, D2, D3. Кстати, D2, D3, по-моему, внешняя обработка какая-то другая стала, по-моему, они более такие блестючие стали. D1-то он такой по-матой, по-моему, Вот те, когда я видел ценник 100 долларов, ну, меня сбивало, но я как-то спокойно к этому относился. Rex 250 баксов, сбило однозначно. 150, мне казалось, вот этот вот верх, который можно просить за этот станок. Здесь же, когда вот после уточнения Георгия и других парней, что это можно взять там за 140, за 150. Ребята, ну, вот у меня перед глазами сотка. Реально сотка. Хорош, но дорогой. Дорогой для меня, не для всех. Для кого, что дорого, дешево, каждый определяет сам. Для меня это лично дорого. Но, если кто-то решится на приобретение такого станка, ребята, знайте, что вы берете эстетически выверенное, эргономичное, взвешенное, сбалансированное, эффективное и чертовски приятно тактильное изделие, которое, да, несомненно, будет дурить вас только при одном единственном условии. Если вы дадите себе труд найти подходящее сюда лезвие. Потому что большинство отзывов, которые я читал в сети, и наших, и зарубежных, все хором кричат про фезер. Редко-редко там была зеленая автор проскакивала, ну, там еще какие-то другие лезвия были. про полсилера я услышал только от своих пацанов. Вот на канале вышли и сказали, Вадим, пробуй, мне О! Вот. Теперь отмотайте назад, посмотрите то видео, что было с фезером, и посмотрите, что сейчас полсилером. Вот так. Может кардинально измениться этот станок. Ну, что? Ну, все. А, чаша, 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 чаша. Квадра. Качество изготовления, красота оформления, изящество. Тут, конечно же, не отнять. Функционал под вопросом. Стоимость тысячи рублей. Пускай каждый сам решает. Но, если, допустим, человек выбирает себе первую чашу, за тысячу рублей именно такую, я бы подумал. Тут, скорее всего, эта чаша уже тому, кто будет реально представить, что с ней может сделать. Он, хватит ее, а она не держится. Блин, тяжело. Ну, ладно, будешь тогда помазки замачивать. А, что это помазки? Давай, я в тебе пену буду забирать. То есть, человек, если ее возьмет, он всяко-разно найдет, что с ней делать. А, новичок скажет, да, что вы мне хрень, подсунули, там, скользит, вываливается. Некоторые там из вас выходили, говорили, что вот с тем качеством, которым квадро способно выполнять свою продукцию, тот дизайнер, который это делал, он, как минимум, на это самое, на бабки должен попасть. Нельзя серьезную компанию так подставлять. Ты уж, если что-то делаешь, так делай, пожалуйста, чтобы оно еще и функциональное было. Потому что все те вещи, которые под квадро я брал в руки, я понимал, что это стильное, современное. То есть, ну, чуть ли не, как говорят, вот с Европа. Вот по-европейски сделано, то есть, вот ты, не что-то там в народном стиле, а вот действительно вещь. Вот поставь это в какой-нибудь комнате, там, неоновый светильник, зажги, еще что-нибудь, так оно на месте будет смотреться, оно не будет смотреться и народным телом. Ну, блин, какой-то обыкновенной загогулина не хватает, и вот уже и под вопросом. Так что, компания с квадро респект за качество, за внешний вид, за дизайн, за конструктив, надо доработать. Только и всего. Ну, а на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Отписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова